Термобелье, фонарики, походные сидения с витиеватым названием «Каремат», перчатки тактические и химические грелки – эти и другие товары буквально пропали с полок ряда магазинов в Чите в первые три дня после объявления о частичной мобилизации. Одновременно с дефицитом товаров покупатели начали жаловаться на спекуляцию. Магазины сейчас занимаются пополнением сурезапасов, обращаются напрямую на фабрики. На фабрики действительно загружены очень многие. В ближайшее время, наверное, не сразу пополнится этот ассортимент. Увеличения каких-то цен мы не увидели. Наоборот, даже многие магазины цены снижают. Какая стоимость на армейскую экипировку будет в следующем поступлении, никто с уверенностью сказать не может. Однако сейчас продавцы рассказывают о недавних переоценках. На ряд товаров цены остались на прежнем уровне, а некоторые даже подешевели. Цены менялись вниз, наоборот. У нас как бы руководство снизило цены на термобелье и носки. Переоценку вот я лично делал. Ну как бы нормально так снизили. А вверх у нас не было еще на оценке вообще никакой. Слышал, что магазины повышают цены, но у нас такого не наблюдалось. Хотя такая ситуация наблюдается не везде. Продавцы, консультанты и владельцы магазинов специализированных товаров постоянно следят за ценами друг у друга. Однако вслед за коллегами не торопятся менять свой прайс. В городе, в одном из магазинов, в связи с гремящим названием, цены подняли на футболку до 1200, а потом уже даже до 1400. Но я считаю, это не совсем адекватно. В такой ситуации нельзя искусственно повышать цены. То есть есть товар, лучше его продать и говорить, что его нет, чем искусственно повышать и искусственно зарабатывать. Это непорядочно, я считаю. Павел признается, проблемы появляются даже там, где их раньше не было. Так, попытавшись договориться с транспортной компанией о разгрузке в ночь, чтобы как можно быстрее пополнить ассортимент в магазине с утра, предприниматель получил отказ. Сейчас пользуются услугами авиадоставки. Но все равно ряд товаров, например, костюм горка, появится в свободной продаже только к концу месяца. С первого взгляда может показаться, что товаров в магазине достаточно. Однако то, что необходимо в первую очередь, уже раскупили. Это налокотники, спальники и рюкзаки. Кроме повышенного спроса и нестабильной ситуации с поставками, в магазинах отмечают и особый эмоциональный настрой покупателей. Он в большей степени пессимистичный. Иногда за покупками идут заблаговременно, еще до получения повестки. Ну, мужчины приходят более уверенные, женщины, конечно, расстроенные некоторые. Некоторые, кто родители, так вообще на взводе. Потому что, ну, переживают, каждый же переживает за своего ребенка. Это переживание выливается в то, что люди готовы тратить примерно 25-30 тысяч рублей на непредвиденные покупки. Все для того, чтобы мобилизованные ощутили хоть какой-то комфорт. Ну, пообщались с покупателями, с продавцами. Приходим к выводу, что в основном люди все-таки сами по своей инициативе закупают эти товары. То есть, если какие-то есть пожелания от командования, то мы таких случаев здесь не увидели. В Минэкономе также отметили, что сейчас идет работа с местным производителем над увеличением объемов производства собственных забайкальских товаров.